Помолимся, братья, сестры, поблагодарим Бога за все, за милость, за спасение, за этот день, за сегодняшнее собрание наше, собор наше, вот, за те темы, которые сегодня будут подниматься, да, наверное, чуть-чуть, ну, отлично, спасибо, большое, спасибо. Вот, помолимся, друзья. Все, примирившись собою мир, во Христе, в крови Иисуса Христа, Господа нашего, Спасителя нашего, благодарю Тебя, Господь, за этот день воскресный, благодарю Тебя за это собрание сегодняшнее наше. Сегодня, когда миллионы-миллионы верующих разных конфессий, разных церквей, вспоминают события, описанные в Евангелиях, события преображения на горе, преображения Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, сегодня молю Тебя о преображении, Господь, преображении нашим, преображении каждого верующего, Господь, преображении наших семей, Боже, преображении домов наших, преображении Твоего, Господь, Боже, наших церквей, общин, конфессий, динаминаций, Боже, разных ветвей христианства, Боже, и преображение всего тела Твоего, Господь, всей Церкви Твоей Святой, Боже, Единый, Святой, Соборный и Апостольской Церкви, Боже всемогущий, благодарю Тебя, Господь, и славлю Тебя. Боже, потому что в Тебе есть эта сила преображения. Боже всемогущий, Твоим Духом Святым досовершается это чудо, Господь, в наших судьбах, в нашей жизни. Словом Твоим, Господь, животворящим, Господь, досовершается это чудо. Боже всемогущий, благослови всех нас собравшихся, благослови, кто задерживается, Боже сегодня это забрание. Благослови, Господь, по богатой своей милости. И мы собрались здесь во имя Твоем. Аминь. Во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Благослови нас, Господь. Благослови. Благослови сегодня Киев. Благослови сегодня Украину, Боже, по богатой своей милости. Пошли в мир народов, Господь. Благослови сегодня Израиля. Благослови сегодня Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Боже всемогущий, благослови сегодня всю нашу нестрадавшуюся планету, потому что вся тварь стена этой мучится. Все творение стена этой мучится, ожидая откровения сынов Твоих. Боже, пусть сегодняшнее также это служение, сегодняшнее это собрание будет откровение сынам Твоим и дочерям Твоим, Господь, детям Твоим, чатам Твоим. Боже, во имя Иисуса Христа, благослови Господь. Пусть сегодняшнее слово, звучащее здесь, которое будет звучать сегодня Твое, это присутствие здесь. Боже, пусть будет нам, Господь, откровение. Боже, во имя Христа Иисуса, Боже всемогущий, благословен Царь наш, благословен Господь, Бог наш, от века и до века. Слава Тебе. Боже наш, благодарность Тебе и хвала. Боже, слава Тебя. Благодарю Тебя за то служение, которое Ты доверил нам, Господь, Боже, каждому из нас, Боже, на этой земле. Но самое драгоценное, за наше это погружение в Тебя. Аминь. За наше погружение в Тебя, Господь, Боже, в Твою любовь, Господь, в Твою сущность, Боже. Потому что Ты говорил, действительно, кто уверует в Тебя и эту баптизу совершит, погрузится в Тебя и пропитается Тобою, будет спасен. Боже всемогущий, и мы уверовали и погружаемся в Тебя, Господь. Боже, и пропитываемся Тобою, наш Бог и Царь. Боже, Твое вошеление, это наше вошеление, Господь. Потому что мы имеем ум Христов. Потому что Слово Твое, оно не просто снаружи, оно внутрь нас, Господь, есть. Внутрь нас есть это Слово Твое. Боже, и сегодня довстегается обильно, Господь. И сегодня, Боже, да проникает оно, обильно, Господь, внутрь нашего естества. Слово Твое, животворящее. Потому что Ты Бог животворящий. Потому что Ты Бог живой. Потому что Ты Бог, который называешь несуществующий, как существующие. И оно существует. Оно появляется. Оно является. Боже, потому что Ты Творец наш. А мы дети Твои. И благодарны Тебе, Господь, за милость и благость Твои, Господь. Слава Тебе. Боже наш, благословен Тебе, Царь наш. Благословен Господь, Бог наш. От века до века. Аллилуйя. Аминь. И из Слова Божьего прочитаю сейчас о собственном событии преображения Господнего. Иисус сказал следующее. Приветствую, приветствую. И читаю Слово. У Матфея, 16 глава, в конце написано. Он сказал так, Иисус, перед тем Он воскликнул, как бы, что придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда раздаст каждому по делам Его. А потом Он дальше говорит. Истинно говорю вам, есть некоторые и стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Аминь. И дальше продолжается. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата Его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился перед ними, и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделали с белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При всем Петру сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь трекущие, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. И когда мы еще говорим, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющих, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои, и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возлетя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Аминь. Господи, благодарность Тебе, Божий хвала, слава Тебе, слава, слава Тебе, Божий смогущий. Благодарю Тебя, Господь, за это событие, воспоминаемое сегодня, ныне, Господь, преображение под учениками. Боже, благодарю Тебя, Господь, за то преображение, что совершилось в Твоей земной жизни. Тогда, когда там на горе с небес пришел тот глаз, благолющий, сея Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте. Спасибо Тебе, Господь, Божий смогущий. Мы знаем, что есть сила преображающая нас, сила преображающая каждого верующего, сила преображающая сегодня тело Твое, церковь Твою, преображающая дом Твой, храм Твой великий. Боже, благодарю Тебя, Господь, за этот третий храм уже, Боже, самый величественный, Боже, великий храм, который созидается уже два тысячелетия из живых камней. Из живых камней созидается величественный храм, тело Твое, Господь. И как тогда тело Твое было преображено, Господь сегодня верет в силу Твоего преображения, Господь, в церкви Твоей, Боже, в народе Твоем, в силу преображения, Боже, самогущий, слава Тебе, слава Тебе, Господь. И как тогда, Боже, пред учениками это совершилось, сегодня это совершается пред всем миром, Боже, во славу Твою, Господь. Пусть народ Твой преображается, Господь, взирая на славу Твою, Боже, взирая на победу Твою, взирая на действительно Твою великую любовь. Слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь Наш, благословен Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Богу. Присаживайтесь, братья и сестры. Да, слава Богу. Хорошо. Хорошо, хорошо. Да, слава Богу. Хорошо. Так что, вышки конца. Не спешите? А, тоже. Ага. Ладно. Хорошо. Так что, братья и сестры, слава Богу. Всех приветствую. И кто будет потом смотреть это видео, тоже приветствую всех, братья и сестер, слава Богу. Сегодняшнее такое собрание, собор, собор. Тема преображения. Преображение Господа, вот о чем прочитал я. События, конечно, события удивительные, величественные, такое великое событие. Ох. Ветховый завет тоже себе выделю. Вспоминаемый, да, из Старого Завета, как мы говорили, тоже чудо-преображение описывается, но уже самого Моисея, да, Моисея, пророком Моисея. Себе выписал я как раз, наверное, прочту об этом. Лучше будем прочтить. Прочесть даже. Исход 34-я глава. Исход 34-я глава с 29-го стиха. Хочу прочесть. Исход 34-я глава. Да, с 29-го, окончание этой главы как раз. И здесь говорится, исход 34-29 написано, тоже о таком сверхнеестественном преображении. Написано, когда сходил Моисей из горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея, скрижали откровения, да, при, написано, сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Преображение Моисея произошло вот при общении с Богом, во время общения, разговора с Богом. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы. И вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. Потому что то, что Иисус совершил преображение, вот, и совершилось в жизни Иисуса, да, там было немного учеников уже, во-первых, да, которых более-менее морально были готовы, но и то они испугались. А здесь весь народ, в Библии Чеснок, Аарон и весь народ. И написано, и боялись подойти к нему, и призвал их Моисей, написано 31 стихе дальше, да, «И пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились к нему все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Сынае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей к лицу Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что замоверено было ему от Господа». И вот завершается эта глава такими словами. «И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисея, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». Вот такое событие описывается, да. Моисей сам, он говорил, что «Права, как меня, возник Господь, его слушайте». И в жизни Иисуса вот это тоже произошло, вот такое переживание, необычное переживание, которое было шокирующе для учеников, для немногих, учеников только троих. Он посвятил эту тайну и долгим сказал не разглашать об этом, не говорить ничего до момента воскресенья. Когда воскреснет, тогда уже можно будет говорить, пока не говорите, пока молчите. Ну, по некоторым соображениям, потому что ему необходимо было пострадать, как и пророки предсказывают это все. И преображение совершалось, и в те далекие времена наш пра-пра-пра-пращук, будем так говорить, да, пра-отец Адам и наша прамама Ева, они вообще жили во свете, то есть они как бы родились во свете, не жили во свете. Вот в том мире, который еще не знал смерти, греха, разложения. И интересно, даже в Писании рассказывается, что когда приветствуем, слава Новедия Бога Сватому, дарь, 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 дарь. Да, Господь Бога. Писаж, Писаж. Да, братья. Так что, друзья, и само преображение – это, по сути, возвращение к тому, что изначально было в нашем человечестве. Потому что душа в крови, да, но раньше не было крови в человеке, был свет, была слава Божья. И, по сути, то, что пережил Моносей, то, что пережил Иисус, описано в Ветхом Новом Заветом, да, вот, это лишь, по сути, восстановление того, что, ну, как бы, естественно, нормального состояния, слава Богу. Вот, и еще хочу прочесть вам из Второго Коринфяна, из Нового Завета. Так, Второй Коринфянам, третья глава. Ну, я отмечил себе восемнадцатый стих, хотя интересно прочесть, и что перед тем написано. Тоже, как раз, в Моисее здесь вспоминается. С тринадцатого стиха начну. Написано следующее. «А не так, как Моисей, который, полагал, покрывал на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их осветлены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Но, доколе, когда они читают, до ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. «Господь есть Дух, а где Дух Господний, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь». То есть, когда обращаются к Господу, от своего сердца, принимают Христа, Иисуса, своим Спасителем, то это покрывало снимается. Всякое покрывало, неведение покрывало. И самое интересное, что мы взираем на славу Божью. Тогда мы взираем, а тут вообще не все. А тут вообще не преображение жизни верующего, каждый из нас. А тут во преображении происходит каждого, всех и каждого. Поэтому сегодня, открытым лицом взираем на славу Божью. Взираем на Господа, начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Али, спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за все. Благодарю тебя. Кстати, вот таинство тоже. Таинство, они, по сути, должны помогать нам и помогают нам. Я это много раз прочувствовал. Наверное, многие из вас тоже это прочувствовали в своей жизни, переживали. Таинство помогает нам соприкасаться с вечностью. Вот такой простой образ, казалось бы, да? Вот и награды лозы и хлеб. Но за этими простыми образами великая тайна, великая тайна, тело крови Иисуса Христа. И это, не знаю, но для меня это тоже средство, можно так выразиться, средство именно к преображению. Потому что, конечно, я причащаюсь Господа и так, умом своим, разумом своим, да, вот возмышляя о нем, о крови Христа, о Иисусе. Но когда вкушаю именно плоти, да, вкушаю тело своим, его тело и кровь, хлеб, вино. Казалось бы, простые образы, но каждый раз вот это переживание, оно помогает еще глубже, что ли, нырнуть, еще глубже в него, проникнуть в Бога моего, в Господа моего. И, не знаю, я стараюсь пока вот здесь, допустим, нахожусь, каждый день вот это причастие совершаю, вот, порой даже не раз в день, порой и два, и три раза в день. Вот именно сажусь и преломляю, рассуждаю о теле крови Иисуса Христа. Вот по утра включаюсь на утренние молитвы, вижу, люди, многие тоже подсоединяются. Это очень важно, потому что вот наше вот это размышление о теле крови Иисуса Христа, это сила преображающая. Но я это испытывал много раз в жизни своей. И испытываю, и в эти дни испытывал. И таинство за внешним таким обрядом, каким-то внешним, ну, действием, что ли. Вот ты кушаешь, берешь этот хлеб, да, значит, да, вот виноградная лозы. Но ты рассуждаешь о теле крови Христа. И да и во всем так. Во всяком действии. Во всяком нашем каждодневном таком действии. Да, значит, как вот в рассыке там у вас было интересно так, что вы вместе записывали это. Что даже суета, да, это хорошее средство. Хорошее, казалось бы, суета, она закрывает человека от Бога, да. Но хорошая среда такая для действительно Богопознания, углубления в Него. Вот, как ни странно вообще порой для человека это воспринимается, но оно так оно и есть. Потому что даже человек, даже неверующий порой это испытывает в своей жизни, многие неверующие порой потом спохватываются и говорят, надо же, может быть, и будем поговорить, в толпе находиться, среди множества людей, себя ощущать одиноким. И многие люди отмечают для себя, что даже находясь даже в большом городе, да, среди огромного количества людей, можно ощущать просто вбьющее, неслыханное одиночество. Вот. Но самое интересное, для верующего другое переживание. Если для неверующего переживание вот этого одиночества сразу, да, значит, и оно просто удушающее и удручающее. Вот, то для верующего, даже находясь в суете и в толпе, казалось бы, да, но переживание не одиночества, да, а единства, единства с Ним. Ты и Я, Я и Ты. Иисус это выразил прекрасно, лучше не скажешь вообще. У Иоанна записано 10.30. Я и Отец одно. Он это выразил очень четко и ясно. Я и Отец, мы одно. Одно целое. И здесь, главное, распечатал я, значит, то, что он использует сейчас в дыха, таких утренних молитв-включений. Значит, «Сцена плача» в Израиле, да, а на ней надпись на Ивите, вот это, «Знамите». «Они для людей, для людей ли, я принадлежу ему воздубленному, воздубленный мой мне». Это, как говорят, стих всех стихов, которые в песне всех песней, которые, в свою очередь, в книге всех книг. Да, слова из песни всех песней, песни любви, единства с Богом. И преображение в тот же образ, в Господний образ, совершается у всех, у всех по-разному, конечно. У всех происходит это очень индивидуально. Вот, и даже мы, когда вместе молимся, да, собираясь вместе, даже двое или трое собрано во имя Его, когда, или вот большим собранием, все равно каждый из нас, по большому счету, он один-один с Богом. По большому счету, каждый из нас, все равно, он предстоит перед своим Богом, перед... в своем Богопознании, будем говорить, даже находится, пребывает. И... но, в лучшей степени, это, конечно, раскрывается не на общей молитве, а на индивидуальной. Когда мы, и физически мы, действительно, мы один-на-один с Богом. Когда мы от всякой суеты. Хотя и вместе мы молимся тоже один-на-один с Богом, безусловно. И порой это очень даже хорошо получается у нас. Но, ну, знаете, как вот, даже психологически, когда вот, зависим. Телефон, когда включен, да, даже если никто не звонит тебе, все равно вот, какая-то привязка есть. Вот нет, нет, у тебя мысли нет, когда возникнет, допустим, насчет, насчет там звонка, насчет там, или сообщения. Вот, но когда, казалось бы, простое движение руки, и, значит, выключаешь телефон, да, вот, совсем другое, даже внутри такое переживание, у тебя нет привязки уже вот к этому звонку, или к ожидаемому звонку, там, или к сообщениям каким-то, и все. Интернет, то же самое, включаешь, уже другое состояние. Но когда выключаешь, поэтому я стараюсь на шабаду все выключать, чтобы, чтобы уже, ну, время потерять конкретно, чтобы день посвятить, ну, погружение в него. Потому что погружаться всегда можно, и нужно, да, и должно. Но когда выделяешь время для непосредственно погружения, это так прекрасно, это по-настоящему прекрасно, по-настоящему возникнительно, и удивительно. И преображение, как здесь сказано, прекрасно. Отец Алисовский, кстати, цитировал стих не раз уже, 18-й этот самый стих, 3-й главы 2-й Коринфянам. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Аминь. Взирая на Господа нашего, на славу Господню. И преображение происходит, пусть это и не в зрелищной такой форме в жизни верующего, хотя я верю, что в последние времена это очень часто будет в зрелищной, в видимой форме. Вот пример, помните, наверное, из истории 19-го и 6-летия, Серафим Саровский, там, пример приводит, да, беседа Маталибова, знаменитая такая, когда, значит, Маталибов, он ревновал, он искал ответов на вопросы, многие практически в христианской жизни. Вот, и во время этого разговора Серафим уже, будучи уже, ну, не молодым человеком, может быть, уже пожилым, уже старцем, да, интересную вещь ему показал, продемонстрировал. Не просто объяснил ему что-то, а показал действительно чудо вот этого фаворского, как мы говорим, света еще, преображения света. Вот, и лицо его просияло. И этот Маталибов, он был в таком и ужасе, и восторге одновременно, вот, потому что одно дело, он прочитал это в Евангелиях, да, о жизни Иисуса, или, допустим, в Старом Завете о жизни Моисея, преображения, да, а другое дело, когда он увидел своими глазами, он был просто удивлен, восхищен. И самое интересное, что сегодня Бог, Он тот же самый, и человек преображается в своей жизни верующим, конечно, по-разному, и очень, примеров очень много разных, и у каждого есть свой опыт какой-то этого преображения, у каждого верующего есть свой опыт. Даже если верующий, лишь один день, лишь только верующий, у него есть уже какой-то опыт преображения этого, сверхъестественного преображения. Вот, я удивился своим опытом еще юношеств и дождаться до... Я возвращаюсь, возвращаюсь. Вы же меня зацитировали, я захотел объяснить, я получил это откровение, и, как я думаю, это 2-й перехон, 18 глава, 3-й стих. И мы все открытыми, как в зеркале, когда мы смотрим в зеркало, кого мы видим? Себе видим? Ну всякое бывает. Дивлячись на славу Господу. Вы представляете? Мы смотрим в зеркало Слово Божие, и видим, что мы слава Божия. Вот это путь освящения в библейском путь освящения. Мы все открытыми, как в зеркало Слово Божие, и видим, что мы слава Господня. И когда мы это принимаем, что мы слава Господня, тогда мы перетворимся на тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Слава Богу! Аминь. А как Вы получили откровение? Расскажите так. Каким образом? Потому что раньше Вы... Раньше отец Христиан говорил так, что я читал, допустим, моменты отец из Библии, да? И воспринимал так, что я вижу в Библии самого себя, с твоей грехи, негатив, и тоже нужно избавляться как бы. А потом просто какая-то трансформация такая. Реформация в разуме, да? Вот как у Вас это произошло? Я не помню, я одного проповедника, другого, третьего, и это все вместе с... Я не буду хвастаться, что я это... Прочитали, и оно мне пришло. Но когда оно мне открылось и загорилось в мене, что я слава Господню. Это библейский путь освящения. Библейский путь освящения. Когда мы говорим, что мы гречные, мы ему прославляем Господа. Мы не прославляем. А когда мы говорим, что мы слава Господня, что мы праведны, Римлянам 6 глава, 5 стих. И этот самый, чтобы краще всего прочитать. Прочитать. Я обладаю еще, чтобы... Да. Нет, просто очень важный момент. Очень важный момент. Да. Да. Потому что, читая Слово Божье, да? И приходя к Богу, вообще, как таковому, человек видит всякое, да? И обычно первое, что видит, это свою греховность, свою несостоятельность вообще. Значит, контраст очень сильно бьет святость Бога и греховность человека. Но дальше происходит чудо. Вот, расскажите. 17 стих. Послание 9. Потому что, когда злочином одного смерть панувало через одного, это через Адаму, то тем больше тех, кто принимает безмирную благодать. Закон через Майсея, благодать и истина через Иисуса появились. Мы принимаем Иисуса, мы принимаем безмирную благодать. И дар праведности, праведность как дар, не заслуга праведности, не то, что нас служили, а не нашими потугами. А мы просто делалися в Его праведность. Аминь. Его праведность. Пануватимуть в жизни через единого Иисуса Христа. Двух хозяев не бывает. Когда мы пануем, когда мы это принимаем, мы пануем в своем жизни. Аминь. Когда мы пануем, уже дьявол не панует. Аминь. И вот, когда мы принимаем, когда мы принимаем, что мы праведность, что мы завершена работа Иисуса Христа, и что, не смотря на свои недостатки, мы это беремо верою. Тогда мы посвящимся. Мы это посвящение беремо верою. Потому что вера, как действует вера. Вера – это не случилось, а потом мы сказали. А это мы сказали, а потом случилось. Господь пришел в храм и читает пророка Исаии. И говорит, что Дух Господа Бога на меня нет, потому что Он помазал меня. Звильняйте, очищайте, исцелять и так далее. И он еще ни одного человека не исцелил, не очистил. Он закрыл и сказал, что сегодня произошло это написание. Он проголосил, что сегодня произошло это написание. Он проголосил, что сначала скажешь, а потом случится, а не сначала случится, а потом скажешь. Когда сначала случится, а потом скажешь, что это не вера. Это уже факт, так что слава Богу, и вот когда мы говорим, что завершена работа Иисуса Христа, что мы правильные, что мы святые, мы этим прославляем Бога, и тогда ангелам есть работа для того, чтобы работать над нашими людьми, этой веткой и так далее, а когда мы говорим, что вот я грешный или я грешный, это не прославляет Бога, потому что, как работает вера, когда мы, допустим, берем, когда мы забрали, мы говорим, что раненый Иисуса Христа, я сцеленый, не провозглашаю, если чувствуешь себя больным, когда у нас не хватает финансов, мы берем слово Богу, и говорим, что Иисус обнищал, чтобы мы обогатились его нищетой, мы заявляем, и приходит финансовое благословение, приходит сцеленение, а когда мы говорим, что я грешный, мы не задействуем веру, мы не задействуем веру, а когда мы говорим, что мы правильные правильностью Иисуса Христа, тогда мы принимаем то, что Бог сказал, исповедуем про себя, исповедание, это говорит, что говорит, что сказал Бог, это повторяет про нас, что сказал Бог. Али Угния. Слова Али Угния. Даже если видишь в этом естественно-физическом мире, да, совершенно другое получается. Но ты говоришь не слова нереальности, а говоришь слова реальности, но гораздо больше реальности, божьей реальности. И тогда проходит время, а порой это очень быстро происходит, и вот это из более реальной реальности, божественной реальности, в этой земной реальности проявляется, смотришь все это, откуда это, и порой сам где выдаешься вообще, как это все переходит, как это все происходит вообще. Удивительно. Спасибо, Господи, за все. Спасибо Богу за все. Спасибо Богу за действительно великое чудо. И у каждого свой опыт преображения есть. У всех свой какой-то опыт встречи с Богом. Вот первое наше знакомство, как у каждого произошло из вас, вот вспомните сейчас об этом, вот первая мысль вообще о нем. Даже если вам было лилия, или вы просто видели пример какой-то, допустим, да, и вот первая мысль о нем, о Боге, возникла вдруг у вас в голове, в сердце. Ну вот, допустим, моя супруга рассказывала, что была девчонка совсем еще, маленькая, и там вот видела у нее бабушку верующую, да, вот. И вот ее пример как бы очень сильно так вот, ну как бы, касался сердца, вот. И она там фантазировала, представляла, вот там Бог там на благах, там где-то там с ангелами, там где-то, вот. Вот, и у всех свои какие-то переживания, я, допустим, вообще не фантазировал о Боге и не думал вообще, вот. Но он просто ворвался в мою жизнь, так вот, как бы, и так произошло все, вот так интересно. Вот, кто-то ищет его, допустим, и находит, кто-то не ищет, просто вот он находит сам нас таким образом. У всех по-разному происходит все это, но и первое столкновение с ним, встреча, всегда, ну, шокирующе, конечно, для человека, для любого человека, любого смертного. Она шокирующая, наверное, вот контрастным таким вот, я для себя это сразу определил. Вот, потому что пережившим встречу первую, то у меня сразу было, знаете, вот такое было понимание, что я самый плохой мальчик, что жил на земле вообще. Вот, хуже неба, у меня было такое чувство, что хуже не было никогда никого. Вот, мне было всего лишь там неполно в 13 лет, значит, но пережившим встречу, мне казалось, хуже никого не было на земле вообще. Вот такое было чувство. Потому что, знаете, видеть себя всю жизнь, как бы, ну, как бы нормально, и вдруг увидеть себя совершенно в другом свете, в его свете уже, да, перед ним находясь, то, конечно, это совсем, ну, такое столкновение, ну, стресс такой создают. Но я благодарю Богу, что Он простил, помиловал, да, значит, и потом проходит время, и ты начинаешь понимать, что Он, как верующий, воспринимать Его своим Отцом. Он родитель твой, Он создал тебя, и Он спас тебя, во Христе он, примирил с собой мир вообще весь. И не просто весь этот мир, а лично тебя, лично меня, каждого из нас в отдельности. Ибо так поступил был мир, написано, да, что отдал сына своего ненародного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И дальше преображение происходит, ну, все по-разному происходят, но это действительно так. Потому что можно перечислить Библию и видеть везде грех, 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 проблему, 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 и себя видеть таким, таким, таким. Но можно читать Библию по-другому. Можно читать Библию глазами веры, и тогда видишь совершенно другое. Божья праведность, прощение, прощение, исцеление, освобождение, и это мое. Вот это да. То есть получается, важно очень, какими глазами ты читаешь это слово, и как ты рассуждаешь вообще над этим словом вообще. И благодарен Богу за чудо преображения, и испытывал в жизни разное тоже. И с удовольствием делюсь вот в юности, что переживал. Вот, и когда, вот, Киф и Бун, кто-то ему рассказывал, опять пересказывал. Вот, то, что было еще тогда по молодости. Вот, когда Бог посетил меня в карцере, визжил там это невидение, и этот свет яркий. Для меня, как для художника, было очень, ну, важно, считаю, именно увидеть это, то, что я увидел. Вот, потому что, ну, советская армия, еще была советская армия, карцер, значит, и где оказался я, там, ни за что, вот, не за что-то плохое, за все хорошее оказался, как говорится. Вот, потому что офицер, который меня туда посадил, значит, он считал, что вебующий человек это, как бы, ну, проклятие в его роте, вот, и, как бы, значит, проблема большая. Он решил эту проблему просто-просто уничтожить, то есть меня самого, получается, лично. Вот, и я оказался вот в карцере, когда, в последний раз, то он меня не выпускал оттуда, ну, полтора месяца не выпускал с карцера. Я туда попадал в карцер, значит, ну, так вот, сутки, двое, трое, по-моему, трое суток максимально было бы он находился раньше, и четверо суток в секунду, но несколько дней. Это можно было пережить нормально, как бы, но когда тебе объявляют сутки, там, двое, трое, потом упоминают, вот я оказался в такой западне. Передал он мне, что с руми, я туда не вернусь, вот, значит, и все было похоже на то, что так оно и будет, как бы. А если для Руси есть карцер, то Гизбат должен для меня отправиться, там он обещал, полтора года минимум туда, значит, Гизбат. Но если Гизбат, он демберный камер вперед точно уже устроился, вот, там его родной дядя, Московская область, там его родной дядя был начальником. Приветствую, пожалуйста, проходите, проходите, вот, вот здесь вот, вот, присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста. Вот, вот, и вот это состояние такое, вы знаете, вот, месяц находиться там, в этом карцере, то есть месяц не есть, по-прочти, вот, значит, самое страшное, почти не пить ничего, вот, это самое страшное было, и быть в холоде, значит, просто, вот, вот, как я описываю, как, вот, грузовой лифт цементный, просто застрявший на определенное количество, там, дней. Вот, и, в общем-то, я был сломлен, честно говоря, моих сил уже не было никаких, вот, месяц прошел, когда моих сил не было никаких, я, я был готов на что угодно, вообще, я был готов даже против себя что угодно уже подписать, лишь бы, лишь бы мне оттуда выйти, вообще, лишь бы выйти из этих вот стен, целый месяц мерзнуть, это ни по словам не передать. на этом холоде, в одном хв, значит, там, и жуткое, конечно, состояние, как выжил, один бог только знает, и плюс еще, там, флорка, дышать этим флором, а там, до меня, как раз, до того, как меня посадили, кому-то делали у нас, там, аквариум, это очень жуткая такая система флоток, таких издевательств, это, когда туда помещают человека, значит, и, там, наливают 2-3 ведра воды на пол, значит, и туда салат в руку бросают, и закрывают, а там герметичная, практически, камера, то есть, поэтому, сразу сопли, слезы, значит, и человек быстро теряет сознание, вот, с такой башкой потом, значит, очень долго приходит в себя, вот, то есть, и вот, и, особенно с трактивом, некоторые делают у нас такие процедуры, называли аквариумы, ну, плюс еще поступаешь не надо, когда на карцер, вообще, в этот, у нас, где, в этот, гауптвахт нашу, у нас очень жесткая была гауптвахта, я служил в Московской области, у нас были офицеры с Костоманской дивизии, они говорили, что их гауптвахты просто ищут курорты, по сравнению с нашей гауптвахтой, у нас была очень жесткая гауптвахта, в основном у нас служили одни офицеры, больше было полковников, чем рядовых, поэтому, как бы, как бы, если там, как бы, попал солдат, попадал в такие места, то это было, ну, очень жестко, скажем, очень жестко. Сразу отбивали печень и бочки при поступлении, вот, значит, и, в общем-то, потом держали себя в таком состоянии, таком, не жить, не мертв. Вот, и, знаете, когда уже, ты уже харкаешь кровью, значит, и находишься в этом состоянии, в полумраке постоянно, в полумраке, лишь раз в сутки ты видишь свет в коридоре, вот, значит, там, и, как бы, новая рота в корову заступает, ты отмечаешь еще сутки прошедшие, вот, и понимаешь, что, как бы, значит, ну, твоя жизнь вообще ничто, вообще абсолютно ничто, вот, и еще пообещали, наша рота в корову заступила, пообещали дебили ногами вперед сделать, ну, а там, я говорю, его родной дядя, этого, моего родного, был начальником дезбата Московской области, значит, и, в общем-то, они там, он мне передал, что дебили ногами вперед ребятам, ну, обычно, как, вешали, потом списывали самоубийство и все, вот, значит, и вот такая процедура. Ну, и, понимаете ли, я так рассуждаю сегодня, что и дядя приходил туда ко мне в кансер, потому что мысли тут такие посещали, выручающие меня, ну, как бы, ну, и что, кому что докажешь, кому что надо доказать. Вот, мои сверстники все уже уволились уже, дебиля уже, уже дома уже сидят, значит, а я здесь вот сижу, значит, и впереди дебиль нога вперед светит, и кому что докажешь. Вот, и, знаете, но эти мысли уходили, но потом снова приходили. Вот, и в таком состоянии, вот, месяц находясь, моих сил никаких не стало уже, физических просто, вообще никаких не стало. Вот, и я просто садился на цемент и сидел просто. Вот, и, знаете, но последнее, что я просто возопил к Богу, просто возопил. Молиться нельзя было, потому что там еще сутки добавляли, вот, значит, слышали что-то, а так вот освоил молитву беззвучную, будем так, просто, когда ты изнутри просто подпишешь к Богу. Можно внутри просто молиться, а можно вопить именно к Богу изнутри, также беззвучную, по сути. Вот, и просто вопил к Богу уже. Вот, и вспомнил такой эпизод, вот, что там кому поможет, может, рассказ такой. Значит, вспомнил эпизод про святого этого Георгия, победоносца, Юрия, вот, святой Юрий. Буквари не знают его как. Вот, и о Георгии я читал, как бы, еще, получается, до армии, о некоторых этих святых прочитал. Вот, и о Георгии читал. И вот, я даже не думал о нем специально, а здесь вдруг вспомнил эпизод из его жизни. Ну, вкратце знаете, наверное, да, что это был офицер римских регионов, по одной из версий даже генерал молодой. Одним словом, он был репрессирован за веру во Христа, отказавшись принести жертвы идолам, в честь какого-то там воинского праздника, ну, отказался от мероприятий, участия. Сославшись на то, что он христианин, вот, и в этих идолах не видит. Ну, и начались его похождения по мугам, конечно, его там арестовали, допрашивали, и по-хорошему, и по-плохому, по-всякому. Вот, ну, он никак не поддавался на уговоры, и повсываются, и, значит, и потом его избивали, и должны были казнить на другой день. Вот, но они считали, палачей римских, что он до утра не доживет, потому что, ну, его очень жестоко избили. Думали, что, ну, академик, короче, утром. Вот, но самое интересное, когда эти легионеры, когда открыли казематы, они ахнули. Они увидели живого, здорового Георгия на своих двоих, который вышел, значит, и объяснил ситуацию, что к нему туда пришел Иисус, явился, в эту камеру, и каземат, и полностью его исцелил. Но они видели его исцеленным. То есть, кто с вечера был весь побитый, живого места не было, а здесь, понимаете ли, а здесь он был полностью исцеленный. Ну, по что? Как спустя, а так? Ну, по что разу это осталось? Он чистый был абсолютно, как будто его не видели никогда. И вот эти римские палачи, они покаились, хотя они знали, что их полагод не полагают за это, их казнят за это, но они исповедовали Иисуса Христа Господом, Богом своим, и они говорили, видимо, христианский, кричали. Да, их казнили в тот же день, этих легионеров, но, как бы, вот удивительная история такая. А Георгия оставили в каземате, потом его хождение по мукам продолжились некоторые эти. Но, я вот этот эпизод вспомнил, как-то само собой, он вспомнился. Ну, и я возобнил уже к Богу, уже, вот так, чтобы, примерно так, что Христос, ну, Иисус Христос, да, и я же христианин, кому мне еще обращаться вообще? И я, конечно, не рассчитывал, что Он придет, и не рассчитывал, что Он вот так вот явится, значит, оболочи. Я думал о чем угодно, но не об этом совершенно, абсолютно, но вот пережил тогда вот это видение. Это было видение, хотя, знаете, поначалу мысль была, наверное, Он сошел с ума. Вот, наверное, как бы, вот оно и пошло. Потому что перед тем, как раз, когда новый караул заступал в караулу, ну, корот, то, значит, офицеры там заходили, и порой там так шутили, порой, ну, так, ключ нормальный, парень ключ нормальный, вот, все еще нормально, за главой. Вот, и я думал, надо жить. Вот, думаю, вот, наверное, вот так с ума исходит. Просто я, находясь в полумраке, вот, обычно уже месяц находился в полумраке, и вдруг этот полумрак, уже не полумрак, передо мной стена исчезает просто-напросто. Вот, знаете, вот, за что купил, зато продал. Вот стены как будто бы и не было вообще. Вот, но я не вижу, что за стеной, но я вижу вместо стены яркий свет. Яркий-яркий свет, который проходил насквозь, и он был настолько ярок, что, ну, скажем так, вот, солнце, намного ярче, чем солнце. Но самое интересное, яркий свет, но глаза не болели, и я не жмурился. И когда закончилось все это видение, то никакие зайчики не верили глазами тоже. Все было, ну, как будто бы естественным таким состоянием. И этот свет, он, как художника, меня очень сильно это поразило, конечно. Он проходил насквозь, насквозь меня, насквозь меня. Не оставлял полутонов, теней, и он был теплым, он согрел меня. Целый месяц у меня роснуть, а здесь я согрелся. Был в таком теплом состоянии, таким горячим даже. Но самое интересное, когда закончилось все, я оставался теплым, не остывал. И вот две недели еще там у меня получилось, набежало еще две недели. Я не остывал, я оттуда уволился из армии, освобождался из армии, даже не увольнялся, освобождался. Вот, выходил оттуда, я был теплым, не холодным, не остывшим, как до того. Ну, в общем, приседать или отжиматься немного, чтобы хоть кровь немного разыгралась, чтобы хоть как-то согреться. А здесь не надо было ничего, не приседать, не отжиматься, но само собой, как бы, было теплое состояние внутри. Вот. Да, до самого момента освобождения, вот, я был теплым. И этот свет он меня накормил, как бы, напоил, я не знаю, как это объяснить и спать, как бы, как будто я выспался, как будто бы. Вообще, то есть, мое тело было настолько довольное, что как будто бы я и выспался хорошо, и поел, и попил, и отдохнул, вообще. То есть, не просто оно привыкло, как бы, вот, к тому, что нет ничего, да, а оно было очень довольное, очень счастливое мое тело было. Вот, ну, а я-то было еще больше счастливое, вообще. Вот, и улыбался, там, 24 часа в сутки. Ну, несколько минут было, я пытался не улыбаться, когда оно ворота в коробку заступало, и я понимал, сейчас мою дверь открою, я понимал, серьезное заведение, как бы, значит, думаю, еще не так пойму, скажешь, дурак, значит, там, с ума сошел, значит. Я, понимал, пытался изобразить серьезное лицо, но, видимо, плохо получалось у меня, вот, значит, и, ну, я еле сдерживался, чтобы мне, ну, я пытался не улыбаться, во-первых, а, во-вторых, себя сдерживал, потому что мне хотелось обнять, вот, этих офицеров, этих солдат, ребят, вот, чтобы они почувствовали немного, что я почувствовал. Вот, ну, думаю, они и так чувствовали, даже без объятия моих, вот, и они особо не задерживались этим, как бы, так вот, заходили, так, посмотрели и уходили, все. А, журнешь, вот, есть постоянка, что-то, махали, офицеры, офицеры, вот, значит, и, ну, и все, они уходили, я расслаблялся, снова улыбался, вот, вот, и так, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 2 недели я так улыбался, я даже когда улыбался туда, уходил, улыбался, у меня, вот, мышцы болели, потому что, ну, 2 недели я не прекращал улыбаться, потому что вот сутки, сутки у меня было несколько минут, я пытался сделать серьезное лицо, чтобы собрать эти мышцы, не улыбался, а все остальное время расслаблялся, если я снова улыбался, вот, наверное, выглядело, наверное, очень странно со стороны, но я себя не видел со стороны, вот, значит, и, знаете, но, вот в такое состоянии, но самое удивительное, конечно, было то, что, да, то, что бокс совершил чудо, вот, и меня не посадили на глупах, на диспарт отправили, вот, меня уволили, получается, за меня, значит, да, значит, и тот офицер, который хотел меня физически убить, он сам погиб, трагически погиб, вот, но я узнал попозже, не сразу, тогда я, как бы, не интересовался, вот, мне выдали документы, и только меня видели, все, я больше в части не показывался, а потом прошло время, и я уже, вот, будучи священником, да, вот, как раз, получается, 27 лет назад, ровно 27 лет назад, как раз, да, вот, было преображение, 91-й год, еще, еще Советский Союз был еще последний месяц, вот, ну, так, да, значит, и, и я встретился, я служил в Рязани тогда, в Рязани, служил священником уже, как раз мне руководили в Рязани, и с Рязани я часто в Москву ездил, и вот в электричке, такая встреча, нечаянная, вот, с бывшим прапорщиком этого полка, вот, который рассказал мне эту историю, вот, вот такая история, но память об этом, она, как бы, сохранилась до сих пор, и вот, ну, самое удивительное, преображение в жизни, в первую очередь, бывает разное, но, видимо, когда в экстремальных ситуациях, не знаю, но, какое-то экстремальное происходит, какое-то, извиняюсь, какое-то в такой невероятном экстриме происходит оно, это преображение, вот, но, даже если оно и без экстрима происходит сейчас, да, внешнего проявления такого, то, самое главное, оно должно происходить и происходит внутри человека, внутри естества человеческого, внутри, в этом внутреннем человеке, удивительно происходит преображение, один из философов, еще 19 века, как-то он говорил, что Иисус Христовский, это тот, кто говорит, о ком даже одна мысль говорит, даже одна мысль о нем делает мир чище, вот, как-то так, очень красиво, как это высказано было, идея эта мысль, вот, и я так рассуждаю, что когда мы мыслим о нем, да, мыслим их своими с ним, то это и нас чище делает, и вообще весь этот мир окружающий, удивительно, преображение наше происходит. Из 2 Петра, хочу прочесть еще, да, 2 Послание Петра, спасибо Господу, С 1 главы, он здесь пишет, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равна драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, Благодать и мир вам доумножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас, через Богопознание, через Богопознание, славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них саделались причастниками Божеского естества. Причастники, мы причастники и причастницы самого Божеского естества. Удалившись от господствующего в мире растылья и похоти, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере в вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительность и воздержание, в воздержание и терпение, в терпение и благочестие, в благочестие и братолюбие, в братолюбие и любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не предметесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для этого, для того я никогда не перестану напоминать.